Рад приветствовать вас на четвертом занятии по Java 1. Сегодня мы окунаемся в основы объекта ориентированного программирования. Будем знакомиться, что такое классы, объекты, конструкторы. Что означают ключевые слова private public, которые мы видели до этого. Познакомимся с сокрытием данных. Этим мы будем заниматься на сегодняшнем занятии. Прежде всего, рассмотрим реализацию домашек. Как мы видим, то, что прислали, есть тут некоторые примеры, которые либо вообще нет никакой реализации, либо были сделаны с ошибками и присланы в качестве результата. Попрошу таким образом домашки больше доводить хотя бы до какого-то логического конца. Код домашнего задания. Сейчас я включу режим презентации. Мы видим одно из домашних. Соответственно, здесь абсолютно ничего не реализовано. Вот таким образом сдано. Оно называет кучу ошибок, в связи с чем у нас все это не работает. Также у нас есть пока еще, ну, соответственно, нет у нас импортов. К скане рандом не импортированы, поэтому наш класс main не знает, что это за типы, и работать с ними не может. Чтобы устранить такие ошибки, необходимо поставить курсор на сам класс, который не определился, нажмать Alt-Enter. И здесь вот есть несколько путей решения данной проблемы. Соответственно, мы выбираем первый импорт класс. Выбираем, что сканер находится в пакете java.util. Вот первый. Соответственно, у нас появилась строка. Import java.util.scanner. Звук пропал или звука не было вообще? Вот, а в чем тогда проблема в плане звука? Ладно, продолжаем дальше. Это временные помехи. Сканер. Здесь, соответственно, надо указать качество. Как я рассказывал на занятии, system.in. Это входной. Стандартный входной поток, который у нас ориентирован как раз на консоль. Мы с рандомом делаем точно самое Alt-Enter. Выбираем импорт. Вот он добавился. Далее у нас идет ошибка. При наведении на нее у нас появляется подсказка. Требуется чар, а мы пытаемся засунуть. То есть двойные кавычки – это у нас строки. Как мы рассматривали на предыдущих занятиях, соответственно, объявлен у нас тип чар. Он пишется в одинарных кавычках. Это во-первых. Во-вторых, здесь отсвечивает, что у нас что-то неверно. Вот, field – это у нас имя массива. Как мы изучали, для инициализации массива необходимо указывать ключевое слово new, после которого идет указание типа и квадратные скобки. Тип у нас чар. Соответственно, здесь чар, а не само имя. То есть имя указывается, имя нашего переменного указа до знака присвоения. После присвоения имя это указывать нельзя, потому что это не имеет смысла. Вот, print fields. Смотрим, в чем ошибка. Чар – это тип. То есть мы к типу по индексам обратиться никак не можем. У нас массив называется field. Соответственно, мы должны, когда мы обращаемся к переменной, мы должны указывать имя к переменной. Вот мы и указали. Здесь у нас неверно стоит. Вот у нас открывающаяся скобка, вот закрывающаяся. То есть мы, вот print fields, что возвращает? Void. То есть ничего не возвращает. Соответственно, здесь некорректно. В неверном месте стоит скобка. Вот, что у нас дальше мы идем. Здесь в корне неверно должно быть внутри метода весь код. Брейки у нас подсвечиваются, потому что все это у нас изначально, как вы помните, было обернуто в do-while. Делаем конечный циклик. Здесь, видимо, у человека было копирование. Здесь вы пишете field в качестве границы определяет массива field. Здесь почему-то указываете map. Если вы определились, что вы будете указывать... Вот здесь тоже, вот здесь лишнее. Лишнее. Здесь опять OX должно быть. То есть здесь большое количество таких ошибок. То есть весь этот код, его писали. Он был приложен к занятию, был внутри архива проекта. Его можно было... В данном случае здесь, в общем-то, есть очень много в коде ошибок. Ошибки в большей степени по вниманию, а по невнимательности. То есть там где-то двойные кавычки указаны вместо одинарных, где-то просто-напросто... Здесь не в кавычке указана скобочка. Таким образом все это можно очень быстро... Также при помощи функции нажимаем Ctrl-R и таким образом заменяем replace all. Вот здесь опять-таки та же самая у нас чехарда. Видимо, это копировано было. Просто одну строчку написали, а потом пошло копирование. Вот, соответственно, мы поправили. Были еще вопросы по тому, что были ошибки и неправильная версия копилирования. Вот можно нажимать файл, здесь выбрать project структура. Вот, здесь, соответственно, project SDK, project language level. Здесь у нас указан 1.8. Здесь выбираем либо SDK default, либо 8, то есть соответствующий. То есть 1.8 это то же самое, что 8.8 Java. Вот, нажимаем ОК, и должно все работать. Еще один из вариантов, почему могут быть такие ошибки. Выбираем настройки settings. Здесь есть Build, Compiler, Java Compiler. Вот, здесь можно указать версию. Указываем тоже версию 1.8, и все будет компилироваться у вас в 1.8, то есть никаких ошибок не будет. Вот, это то, что касается таких не совсем корректных решений. Вот, теперь мы посмотрим несколько более-менее положительных реализаций. Нам необходимо было увеличить размерность. Вынесли мы все отдельно в константы везде. Но вот здесь вот, скажем, сайт можно есть, но более красиво и понятно использовать не size, а именно длину массива. Мы работаем с массивом, при помощи этого можем всегда у массива узнать, что там будет. Вот, у нас есть реализация для определения победы. Соответственно, здесь мы в цикле подсчитываем, во-первых, есть реализация сразу для горизонтали и вертикали идет вот они для вертикали, а потом вот они для горизонтали. То есть мы считаем, сколько есть подряд элементов, вот, просто при помощи подсчета. Данная функция очень универсальна, будет работать. Для запуска приложения нам, в общем-то, подробно компиляцию мы не будем рассматривать, просто, соответственно, пишем программу, вот есть у нас возможность запустить, запускаем ее. Далее идея делает за нас все автоматически, компилировать программы через консоль мы не будем, потому что, если у нас программа состоит больше, чем из-за букваса, довольно-таки проблематично все это скомпилировать. Вот, есть ряд ограничений, обычно это никогда не делается руками в консоли. Всегда используется либо какой-то сборщик проектов, о сборщиках проектов мы поговорим на Java 2, вот, либо используется стандартное средство среды разработки. Вот, соответственно, подсчет у нас здесь изменен. Запуск ходы. При помощи системы предикат построили. Хорошо, но значительно, конечно, надо потрассировать будет код, чтобы тщательно разобраться. Кто хочет в качестве примера, вот хороший пример, кстати, один из таких оригинальных, довольно-таки, советую его рассмотреть и потрассировать. Соответственно, в дебаге погонять будет все это хорошо. Вот, то, что касается увеличения большего поля до 5, выигрыш на последовательность из 4, все поменяли на константы, вот, печать тоже изменили, чтобы выводилась в зависимости от размерности. Вот, чек вин, проверка по строкам, два вложенных цикла, здесь идем, подсчитываем, вот, соответственно, проверяем. Вот, если у нас совпало, то мы инкрементим на один наш каунт троф, переменную, вспомогательную, вот, и мы это, если вдруг мы нашли неравную, то, соответственно, ставим нулик, вот, так как у нас количество всего элементов в строке 5, а нам достаточно 4 для выигрыша, поэтому у нас есть второе условие, которое проверяет, если вдруг получится, что у нас каунт троф равен вин страйк, соответственно, данное условие не выполнится, на ноль сбросишь, он не будет, и мы пройдем дальше, и вот эта вот проверка у нас сработает на равенство, либо больше, и мы получим истину, то есть выигрыш нашей фишки по строке. вот, точно такой же подсчет делается и для еще бы я сделал здесь такую вещь, то есть если мы увеличили, то смысла проверять в этот момент второй if у нас нет. Здесь было хорошо добавить вот такой else. То есть else, если у нас не равно этой фишке, то тогда мы дальше проверяем. То есть промеряем размерность, проверяем, что не совпадает с нашим, последовательность там не даст. То есть а если мы именно у нас вот этот x работает, и мы увеличим на единичку каунт роф, то этот смысл проверять не имеет. Единственное здесь такое улучшение. Соответственно мы будем попадать только действительно у нас вот эти строки будут выполняться только в том случае, когда у нас фишка отличается от той, которую мы передали в этот метод, для которой мы проводим проверку. Это такая маленький нюансик, то есть производительность сильно не даст прирост, но если вот такие оптимизации делать по всей большой программе, то есть вероятность, что мы где-то сэкономим время. при работе. Для столбцов аналогично, только индексы считаются по-другому, то есть поменим индекс. Столбец со строкой изменены, вот и все, местами. Проверка по диагонали здесь немного сложнее так производится, но по сути мы считаем, то есть увеличиваем сразу две, здесь одну уменьшаем, другую увеличиваем и у нас в качестве двойного условия и по две переменных цикла. Вариант, который мы смотрели предыдущий на предикатах, он довольно-таки сложный для понимания, но если вы постигли такое, то в принципе почему нет. Данный пример, который мы сейчас смотрим, он более простой, в принципе, зная принцип работы циклов и что такое массив, вы вполне должны были в ходе логического размышления дойти как раз за этой версией. Даже не имея большого какого-то опыта, вообще даже не имея опыта, можно было догадаться, что таким образом можно это все сделать. Улучшения искусственного интеллекта у нас здесь нет. Опять-таки, проверка очень похожа на предыдущий наш вариант, как мы смотрели. Тоже дополнительные переменные, то есть даже учитывая, что вы выполняли раздельно первоначальные знания стартовые, вы выбрали, многие из вас выбрали один и тот же способ решения. Ну и если вы не поняли первый урок, то как минимум вам хорошо бы посмотреть его заново и попытаться разобраться с первого урока. То есть почитать методичку по первому уроку, еще раз посмотреть видео, повторить сначала примеры методички и видео, потом попробовать написать их самому и таким образом пытаться разбираться. Никто, конечно, не мешает вам задавать вопросы, то есть можете писать либо в комментариях к уроку, либо мне лично личную переписку, то есть будем разбираться, но в любом случае вам надо пересмотреть урок первый, почитать методичку и милости просим, что непонятно спрашивать. Вот, далее. Тоже нет у нас улучшения. Так, сейчас я вот как раз одна из реализаций там было 5 на 5, но, естественно, раз мы делали 3 на 5 до этого, можно было сделать n, но опять-таки вот размер, мы указываем его в качестве константы для того, чтобы можно было потом быстро менять. Это как бы для удобства вашего дальнейшего изменения приложения и не более того. По сути, в коде написали, мы запустили приложение, либо там скомпилировали его в джарник, все, приложение готово, никто там не залезет и ничего уже не поменяет. Вот, если непонятно по урокам, пишите вопросы, не только можно писать под урок, можно писать мне лично, что конкретно вам непонятно, будем пробовать с этим разобраться. Наша задача здесь, главное научиться, то есть, не просто прийти посмотреть на видео или сами уроки. Перейдем теперь к рассмотрению хода компьютера здесь у нас вот, мы здесь несколько итераций, то есть, мы смотрим опять-таки по диагонали, по горизонтали, потом смотрим по вертикали и далее смотрим по диагонали. Вот. По сути, нам необходимо проверить, так как у нас выигрышная серия это 4, то нам необходимо найти последовательность фишек игрока, состоящих, составляющих серию из трех. Без разницы, это будет горизонталь, вертикаль или диагональ. Вот. Если мы это находим, то нам необходимо поставить сразу за ними пустую клеточку свой знак. Соответственно, что мы делаем? Если мы находим фишку игрока, то мы увеличиваем наш счетчик, чтобы считать длину. Далее мы просто видимо вот здесь как раз минус 1. Здесь мы находим далее меньшую на единицу и далее проставляем при помощи метода push-steps мы как раз проставляем нашу блокирующую фишку. То же самое делается по вертикали. Опять мы подсчитываем нашу серию для выигрыша. Когда мы ее нашли, мы устанавливаем фишку. Ну и как раз тут проверяется сверху или снизу ставить нам фишку. аналогичная ситуация то есть очень похожая то есть понять принцип как это сделать для одной из скажем сначала для горизонтали дальше уже легко разобраться с тем как это делается по вертикали и как это делается по диагонали то есть пользуясь реализацией нашей посмотреть посмотреть как работает а ну внешне она будет выглядеть точно так же как мы рассматривали в общем-то на предыдущем занятии то есть ничего для нас визуально особо не изменится вот единственное мы могли бы конечно в дубаге ее погонять но времени у нас увы не хватит на это мы не успеем рассмотреть сегодня ничего по работать будет то есть здесь на самом деле алгоритм довольно-таки очень простой вот как мы видим то есть здесь даже чуть-чуть более лучший вариант от преподавателя не будет потому что я показал вариант который ищет именно для последнего хода то есть когда у нас скажем по диагонали стоит 3 крестика он блокирует только в этот последний момент данный вариант который мы сейчас смотрели он блокирует соответственно последовательность сразу же при нахождении то есть он ищет просто самую большую последовательность фишек человека и потом за ней с той стороны откуда это возможно ставить сразу нолик вот данная система более продвинута поэтому равняться стоит на нее вот это замечательно что вы все это разобрались вот соответственно данный вот можно смотреть приложение Артема для тех кто хочет еще подебажить и посмотреть как все-таки работает конкретно то есть на каком из шагов мы именно подсчитываем какую последовательность вот в целом как бы мы идем в бесконечном цикле идем по горизонтали до максимального размера нашего массива далее мы ищем фишку с игрока если находим то плюсуем и так соответственно находим самую большую и просто ставим либо справа либо слева фишку вот и все а если будет вот как вы пишете алекс то прежде всего поставится после икса то есть не на место звездочки а после второго икса то есть если больше ничего не будет альберт так сработает не ну плохо неплохо но этот вариант то есть надо дополнительно просто предусматривать так я думаю варианты вот я показал которые самые лучшие из того на что можно равняться разбираться ну да это соответственно вписались для тех кто пишет это в первый раз проверка была гораздо проще сделана вот но сейчас нам необходимо приходить странными были те два которые я показал первыми вот они были странными вот у каждого странность своя на самом уже 35 минут мы наверное закруглимся на сегодня с работой по домашним заданиям перейдем уже к основной теме вот странно когда люди не выполняют домашнего задания вот сегодня мы занимаемся вот если у вас есть какие-то вопросы по домашнему заданию которые вы сдали напишите мне в личку мы с вами индивидуально не задерживая всех на уроке обсудим хорошо вот сегодня мы переходим к классам вот у вас является базовой если вам не нравится как объясняется можете обратиться к администрации чтобы вас перевели на другой поток без вопросов без обид вы это можете сделать Java у нас является полностью объектно ориентированным языком программирования в связи с чем базовой конструкцией на которой все основывается является класс класс является типом в Java и чтобы описать нам какую-либо новую переменную из нашей предметной области нам необходимо сначала создать класс описать в нем данные функции для обработки этих данных и уже после этого необходимо будет создавать экземпляры этого класса то есть сами объекты конкретные единицы и далее с ними уже работать каждый класс должен иметь уникальное имя он отображает на определенном уровне абстракции какой-то предмет либо из реальной жизни либо из предметной области которую мы описываем вот такой уровень абстракции нам выбрать здесь решает конкретно программист берутся для описания в классе только те свойства которые имеют значение для решения нашей конкретной задачи все остальные отбрасываются даже если они там супер необходимые потом пишутся методы для их обработки и мы получаем с вами готовый класс так же как приведено на слайде класс является шаблоном для создания объекта наподобие принципа выпуска деталей на заводе у нас есть форма в которую заливаются металл мы получаем готовую детальку после формочка у нас одна это по сути наш тип либо можно назвать по другому шаблон в джаве он называется классом а самих деталек может быть большое множество и по аналогии с этим в джаве детальки называются объектами вот что же такое объектом по сути это можно считать абсолютно любую вещь предмет нашего окружающего мира все является объектом вот каждый из объектов имеет свое внутреннее состояние вот и имеет поведение состояние каждого объекта может быть как правило различным если мы в классе пишем только структуру то есть те данные которые должны отображать наше состояние а уже конкретные значения этих переменных мы соответственно обозначаем в объектах методы которые мы описываем в классе как раз есть отображением нашего поведения каждый объект ложится в оперативную память при создании вот создается при помощи операции new мы его создали используем удаляется он автоматически при помощи сборщика мусора в java то есть мы не беспокоимся об в освобождении оперативной памяти это за нас делается автоматически вот также объект можно по-другому назвать экземпляром класс и давайте посмотрим как делается самый обычный класс соответственно выбираем на пакете контекстное меню выбираем you java class здесь указываем скажем car автомобиль вот у нас есть самый простой класс который во-первых ничего не делает это во-первых во-вторых у него нет никаких данных для хранения внутреннего стояния помещается ключевым словом класс потом идет имя класса далее мы перечисляем указываем модификатор доступа соответственно это у нас в данном случае паблик мы посмотрим чуть дальше какие они бывают и в каких случаях что применять после этого указываем и указываем имя вот первая переменная класса будет называться у нас name вторая будет называться color соответственно у нас есть имя и цвет автомобиля остальные свойства автомобилей реальной жизни нас не интересуют мы выбрали данный уровень абстракции нас интересуют всего два его для его характеристики это название и цвет все остальное при решении данной задачи не интересует переменные класса в java принято называть полями класса принято называть полями класса для вот это у нас внутреннее состояние от того какое конкретное значение мы в своем этим двум полям будет зависеть внутреннее состояние каждого объекта который мы создадим на основе данного класса по аналогии с структурным программированием класса тип данных далее мы напишем функцию для их обработки функциями находящимися в классе все функции называются в java методами вот есть у нас данные методы для их обработки соответственно в класс должны помещаться только те методы которые обрабатывают его внутренние поля если вы хотите засунуть в класс какой-то метод всем не относящийся к данному данной сущности из предметной области то стоит подумать возможно вы допускаете какую-то ошибку при проектировании вашего приложения print info и соответственно здесь мы напишем выведем наши свойства вот здесь еще знак конкатенации дополнительно и здесь поставим пробельчик вот мы написали метод для обработки наших полей соответственно каким образом у нас именуются есть 8 примитивов все остальные типы ссылочные ссылочных типов сотни тысяч и все которые мы можем создать в том числе и наш тип car он тоже является ссылочным вот что касается наименования методы и методы поля классов локальные переменные параметры методов клянуется в нотации camel case первое буква слово первое слово пишется с маленькой буквы все остальные слова слитно и пишутся начиная с большой буквы вот именование класса отличается вот здесь первая буква большая и каждая последующая буква если есть еще дальше слова пишется слитно без каких-либо обчеркиваний и тоже большой буквы как я сказал перед этим класс это тип данных мы описываем новый тип данных просто java типы данных называются классами вот мы описали наше простое простой класс теперь будем его использовать создадим класс main класс запускалку наш метод запускалка метод main вот здесь мы пишем того чтобы нам создать класс во первых нам нужна переменная которой мы будем присваивать созданный объект мы сначала пишем как и для всех ранее локальных переменных которые мы определяем внутри метода пишем здесь потом имя пишем ставим знак присвоения для создания объекта используется ключевое слово new после этого указывается метод совпадающий с именем нашего типа вот как он значит к чему мы обращаемся к методу или к полю после метода всегда стоят круглые скобки если мы перейдем в кард мы видим вот у нас есть метод здесь соответственно есть круглые скобочки вот он вот они поля здесь у них скобочек нет соответственно можем узнать по поводу видимости в партнерах мы чуть-чуть позже поговорим когда будем рассматривать модификатор в данном случае у нас указан модификатор таблик что означает что наш класс кар виден из любого пакета вот мы создали данной записью выделенной мы создем объект потом мы его присваиваем переменной кар и дальше можем уже использовать наш объект кар соответственно name равно давайте будем использовать какой-нибудь отечественный автомобиль лада кар зададим цвет цвету присвоим там red красное вот далее мы у кар вызываем метод print info вот можем легко увидеть что для того чтобы нам обратиться к полю объекта либо к методу нам необходимо использовать отечественную точку мы сначала указываем объект потом ставим точку и получаем доступ ко всем полям и методам которые описаны внутри типа данного объекта естественно чтобы они были видны при помощи оператора точка они должны иметь определенный модификатор доступа с модификатором доступа будет понятно чуть позже когда мы как раз будем их рассматривать теперь запустим наше приложение нет точка не указывает ни на какую ссылку это просто мы указываем что мы опускаемся когда пишем просто кар мы обращаемся к объекту теперь нам надо попасть вовнутрь самого объекта то есть спуститься как бы по структуре ниже на уровень для этого используется как раз оператор точка вот если мы посмотрим вот он name вот он color вот он print info то есть к ним доступ можно получить к тому что описано внутри при помощи оператора точка теперь мы смотрим что у нас вывелось на экран print info выводит информацию в консоль и мы видим name лада color red теперь в целом мы определились как мы можем писать простые объекты как мы их можем создавать вот кроме этого у нас возможно ситуация когда мы так же как и на предыдущих уроках мы можем сначала объявить переменную потом ее проинициализировать то есть не обязательно делать это все в одну строчку если мы не готовы при объявлении проинициализировать нашу переменную то мы это делаем тоже когда у нас будут либо данные либо мы будем готовы к этому на самом деле лучше всего в java объявлять переменные как можно ближе к их месту использования это является таким золотым правилом чем ближе к использованию вы их объявите тем наиболее эффективнее будет работать ваше приложение у нас кодовые блоки имеют свои области то есть вот оно тело метода main здесь область видимости одна соответственно мы берем пишем car у нас объявлен телеметода мы color присваиваем определяем внутри метода пишем тит потом имя пишем ставим знак присвоения для создания объекта используется ключевое слово new после этого указывается метод совпадающий с именем нашего типа вот как значит к чему мы обращаемся к методу или поле после метода всегда стоят круглые скобки если мы перейдем в кар мы видим вот у нас есть метод здесь соответственно есть круглые скобочки вот он вот они поля здесь у них скобочек нет соответственно можем узнать по поводу видимости мы чуть-чуть позже поговорим когда будем рассматривать модификатор в данном случае у нас указан модификатор паблик что означает что наш класс кар виден из любого пакета вот мы создали данной записью выделенной мы создем объект потом мы его присваиваем переменной кар и дальше может уже использовать наш объект кар соответственно name равно давайте будем использовать какая-нибудь отечественная автомобиль лада кар зададим цвет цвету присвоим там red красная вот далее мы укор вызываем метод print info вот можем легко увидеть что для того чтобы нам обратиться к полю объекта либо к методу нам необходимо использовать оператор точка мы сначала указываем объект потом ставим точку и получаем доступ ко всем полям и методам которые описаны внутри типа данного объекта вот естественно чтобы они были видны при помощи оператора точка они должны иметь определенный модификатор доступа с модификатором доступа будет понятно чуть позже когда мы как раз будем их рассматривать теперь запустим наше приложение нет точка не указывает ни на какую ссылку это просто мы указываем что мы опускаемся как бы когда пишем просто кар мы обращаемся к объекту теперь нам надо попасть во внутрь самого объекта то есть спуститься как бы по структуре ниже на уровень для этого используется как раз оператор точка вот если мы посмотрим вот он name вот он color вот он print info то есть к ним доступ можно получить к тому что описано внутри при помощи оператора точка теперь мы смотрим что у нас вывелось на экран print info выводит информацию в консоль и мы видим name двоеточие lada color red так теперь в целом мы в общем-то определились как мы можем писать простые объекты как мы их можем создавать вот кроме этого у нас возможно ситуация когда мы так же как и на предыдущих уроках мы можем сначала объявить переменную потом ее проинициализировать то есть не обязательно делать это все в одну строчку если мы не готовы при объявлении проинициализировать наш наш переменную то мы это делаем тоже когда у нас будут либо данные либо мы будем готовы к этому на самом деле лучше всего в java объявлять переменные как можно ближе к их месту использования это является золотым правилом чем ближе к использованию вы их объявите тем наиболее эффективнее будет работать ваше приложение так как при выходе за область видимости почему а все дело вот в чем у нас кодовые блоки имеют свои области то есть вот оно тело метода main здесь область видимости одна соответственно мы берем пишем car у нас объявлен теле метода мы color присваиваем так скажем black и печатаем опять car.info вот теперь мы берем как уже говорилось integer у нас есть назовем его и равно там 10 выводим и далее вот мы видим соответственно что все что у нас объявлено выше может использоваться внутри вложенных кодовых блоков соответственно это мы сделали вот с car сейчас во вложенном блоке мы объявили переменную и типа integer мы ее здесь вывели теперь соответственно мы хотим точно так же вывод осуществить за блоками за пределами данного блока мы видим что в том случае и дэ показывает нам ошибку есть у нас примитив int а есть класс integer который позволяет создать объекты целочисленного то было примитивный целочисленный значение integer и int равны только у integer он еще имеет дополнительно внутри себя он имеет ряд ряд методов toString имеет так что тут еще у нас есть так из хороших методов форматы можно менять так где-то должен быть у нас сейчас найдем parse int вот соответственно у нас есть метод parse int который позволяет нам из строки создать целое число ну если окажется что внутри там символы а не цифры все-таки в строке то будет ошибочная ситуация для работы в коллекциях были сделаны такие классы обертки для каждого из примитивов соответственно есть 8 классов оберток вот у нас внутри класса интеджер есть поле value у него тип int это в общем-то все остальные там константы представлены это единственное поле оно в классе интеджер хранится только одно поле int называется value вот в нем хранятся данные наше целое число все остальное это просто дополнительные методы для обработки этого числа в примитиве никаких методов для обработки числа нет там только само вот это value само значение все вот в чем отличие соответственно int от интеджера вот также есть тут короткие формы записи но на самом деле там если вас это смущает я могу убрать то есть мы никакие поля оттуда сейчас использовать не будем поставлю int примитив вас не смущает вот так как внутри вложенного кодового блока была объявлена переменная и то использовать данную переменную за пределами этого блока не представляется возможным так как при выходе за кодовый блок в котором объявлена переменная мы теряем возможность получения доступа к этой переменной то есть мы уже не ссылки не самого то есть адреса где хранятся эти данные мы больше не имеем соответственно чем ближе мы объявим нашу переменную к месту ее использования тем быстрее она мы ее объявили потом сразу идут вроки которые используют эту переменную все это сработало завершилось мы вышли за пределы кодового блока и по сути там дальше платформа уже сама автоматически может очистить место в оперативной памяти которая занимала эта переменная соответственно у нас место в оперативке очистилось туда могут зацоваться новые данные таким образом мы можем если нам надо использовать ее за пределами данного кодового блока то мы соответственно ее определяем вот здесь вот как в данном случае если мы используем ее выше где-то в кодовом блоке то мы определяем в том же кодовом которым используем ниже стоящих блоках она будет доступна если нам требуется использовать данную переменную только внутри какого-то там ниже стоящего то смысла объявлять в теле цикла в самом верхнем кодовом блоке смысла не имеет гораздо эффективнее объявить ее именно вот здесь перед местом использования и все подробно рассматриваться работа jvm не будет мы будем только касаться того как принципа работы сборщика мусора в общем-то все остальное что в jvm нас как разработчиков на java не интересует ни в каким образом то есть самих jvm большое множество под каждую операционную систему и разбираться в том как там реализованы они каким образом держивается постоянство типов что каждый из типов на всех платформах одинаковый мы этим заниматься не будем потому что там нужны знания c, c++ ассемблера вот в рамк данного курса это не входит jvm не написано на java там есть конечно куски java но по большей степени сами jvm пишутся c, c++ с применением ассемблера еще надо добавок при работе с java вы никогда не будете касаться лезть то как устроена конкретная из java машин вот то что касается у нас мы создали соответственно пример у нас был с автомобилями презентация у нас пример с котами есть вот кот у него есть кличка цвет возраст name color age каждый может мяукать метод мяу есть далее мы создаем два объекта котов первого зовут барсик но он мудит то есть у них внутреннее состояние у каждого одинаковое у каждого совершенно разное вот но при этом оба кота умеют поведение одинаковое состояние внутреннее разное у каждого объекта вот то что касается наших котов вот дальше стандартная форма объявления объявляем поля метода как мы рассматривали в примере сейчас ну то что касается принципа работы gvm просто все gvm умеют воспринимать набор команд которые существуют в байт коде вот умеют их интерпретировать интерпретировать одинаково вне зависимости от того на какой платформе они выполняются вот соответственно они эти команды байт кода перегоняют в машинный код конкретной конкретного там процессора под конкретную операционку вот и он уже выполняется как обычный нативный делается это на лету то есть читается байт код и сразу из него генерится аж бегом сам машинный код и выполняется вернемся обратно к нашей теме сегодняшней вот далее приведено у нас создание котов вот одни из больших таких местных вещей которые нам сегодня стоит посмотреть мы при создании нашего автомобиля использовали метод кар который пишется у нас тоже большой буквой и в общем-то имя его совпало с именем типа вот это единственный который пишется именно с большой буквой в джаве все остальные методы начинают списаться с маленькой вот что это вообще за метод этот метод называется конструктором он в общем-то нам производит позволяет произвести первоначальные инициализацию и манипуляцию при создании объекта то есть наш конструктор будет вызван первым из всех конструкторов в коде так теперь перейдем каким образом вообще то есть здесь мы его указали кар конструктор внутри самого класса кар у нас этого конструктора нету то есть почему где сам в общем-то код на самом деле изначально в джаве 1.0 конструкторы эти писались руками программистами потом было решено что зачем мы пишем конструктор этот без параметров будем считать его конструктором по умолчанию пусть программисты его не пишут облегчим им жизнь а просто при компиляции будем добавлять автоматически данный конструктор если не указаны другие конструкторы вот при всем при этом мы можем попросить нашу TBE вот generate alt insert generate вот есть здесь менюшка позволяющая нам генерить код соответственно есть тут конструктор первое нас что будет интересует на сегодняшнем занятии также нас будут интересовать getter и setter еще нажимаем конструктор он нам говорит вот мы можем генерить конструктор с параметрами ну давайте сначала без параметров тот который там давайте давайте с параметрами чтобы не мучиться сразу вот мы выбрали чтобы были два параметра конструктора нажимаем ok нам генерился вот такой конструктор оба соответственно мы при создании объекта можем писать new потом указывать данный конструктор car открывать скобки и передавать два параметра первый у нас относится к name к name второй относится к цвету color дальше внутри самого конструктора у нас произведется присвоение данных параметров нашим полям посмотрим как это выглядит изначально с точки зрения создания объекта кстати мы увидели что у нас теперь вот этот класс вот этот метод car без параметров он светится красненьким вот есть соответственно такая такой нюанс если мы определяем конструкторы с параметрами то мы должны обязательно ручками дописать конструктор без параметров если мы его будем использовать вот вот эту штуку у нас компилятор добавляет сам при условии если другие конструкторы мы не пишем у нас появился здесь другой конструктор с двумя параметрами поэтому раз мы использовали уже этот мы его должны ручкой дописать вот теперь на данном шаге можем использовать пишем в тип теперь корр какой-нибудь войти вольво будем создадим теперь мы пишем new и вызываем car соответственно конструктор он нам показывает что у нас есть в качестве подсказки что у нас есть два варианта один это с двумя параметрами с неймом и флором а второй без параметра они не такой штуки чтобы какие-то были там по умолчанию вы имеете ввиду если мы вызвали конструктор без параметра внутри конструктора произвести какие-то манипуляции с полями мы сейчас к этому перейдем такое можно сделать вот здесь мы выберем соответственно передадим в качестве имени вольво вольво вот пусть тоже будет красная длинные слова не цать вот дальше мы кар вольво сразу можем вызвать там print info соответственно мы что мы видим вот последняя машина напечаталась нам вольво color red вот данная форма во первых более короче во вторых чем 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 вот это а во вторых мы сразу при создании объекта указали значение его полей то есть внутреннее состояние задали вот все в одной строчке все лаконично то есть вот здесь вот после создания можно вклинить как разный код который там будет использовать у нас там скажем ничего не задано в данном случае это не очень хорошо вот то что касается значение по умолчанию теперь мы идем так поставив курсор на какой этот нажмать кнопку control потом кликнув по нему мышкой мы перемещаемся в этот метод мы то что касается там по умолчанию вот есть у нас кард дальше мы при помощи но указываем во первых поле которое хотим потом указываем ему значение какой-нибудь дефолт и скажем там пола поставим прочих нет цвет вот соответственно мы не передали никакие значения а здесь у нас есть который там инициализирует все это по умолчанию создадим еще один кард деф какой-нибудь по умолчанию new кар вот мы по умолчанию конструктор теперь кард деф принт инфа и соответственно запускаем теперь наша последняя машинка по идее должна как раз вот деф колор вот мы задали значение по умолчанию а также нам никто не мешает проинициализировать наши поля при их объявлении вот но соответственно это как бы можем там что-то написать вот как вообще происходит создание объекта а когда вызывается когда вызывается вот эта операция new то сумму наш тот же вн смотрит раз она видит операцию не и будет создаваться новый объект вот операция не еще означает что нам необходимо под новый объект выделить память а после этого смотрится что за конструктор вызывается вот по конструктору определяется какой это класс именно вот по конструктору это как имя конструктора до всегда должно с точностью до регистра совпадать с именем класса поэтому определяется все это безошибочно вот смотрится что это за тип таким образом определяет сколько памяти надо выделить выделяется память после этого мы выделилась память создался объект вот создался объект далее происходит инициализация полей каждого по порядку вот если у нас указаны вот как данном случае инициализация здесь то будет соответственно инициализировать со тем что указано при объявлении вот если этого вдруг нету то будет указываться дефолтным значениям для типа поля дефолтная значение инициализации для стринга эта пустая строка то есть что вы укажем скажем вот такую запись присвоить пустую строку что мы не укажем поле проинициализируются и стрингового поля упро糖 лизируется пустой строкой скажем если мы пишем там целочисленный тип качестве跡 и принцип удивится нулем если мы пишем булевский тип проинициализируется фолсом. Если мы указываем чар, то будет знак то будет символ, по-моему, просто пустое место, там не пробел, а служебный есть. Он обозначает пустой символ. Вот. Для флоутов, опять-таки, ноль указывается, для дробных нолик указывается. Это то, что касается у нас примитивов. Для строки пустая строка, для всех остальных типов будет в качестве дефолтного значения присваиваться нол. Нол – это пустота. Ну, соответственно, там вот нол пишется. Нол можем присвоить, но это не совсем красиво. Это делается только для полей класса. То есть, локальные переменные, как мы писали вот здесь, int, соответственно, если мы уберем инициализацию, у нас будет ошибка. Будет написано, что не проинициализировано. То есть, в дефолтной переменных, которые объявляются внутри метода, надо обязательно самому указывать. Там нет по дефолту никакой инициализации. Для статических переменных не обязательно инициализация. То есть, там, если это поля, то они проинициализируются автоматом. В общем-то. Ну, и только для полей можно статик указать. Вот. Инициализация нужна немного для другого там модификатора. Статик означает, что у нас просто к данному полю можно обратиться, к полю или методу можно обратиться по имени класса. Для этого не надо создавать объект. Нужно просто указать имя класса, поставить точечку и обратиться к любому статическому полю или методу. Вот. Когда мы указываем инициализацию полей сразу при объявлении, то абсолютно для любого создаваемого объекта будет, в общем-то, присваиваться это значение. Потом в методах мы можем, в общем-то, это в том же конструкторе переопределить, то есть задать, вот как здесь указано на ему новое значение. Здесь мы при помощи параметра зададим новое значение. Вот. То есть, через конструктор более гибко делается это. Вот. То, что касается присвоения значений еще полям. Мы видим, что в конструкторе без параметров у нас мы просто указываем name, вот я его выделил, и сразу наше поле тоже вот подсветилось. Это означает, что это, в общем-то, одна и та же, одно и то же поле у нас используется. Вот с color то же самое. Вот оно. Вот. здесь все прекрасно, хорошо. Вот. А с другим конструктором есть ряд нюансов. Вот. Конструктор с двумя параметрами, он у нас такой, довольно-таки хитрый. Мы передаем первый параметр name color. Вот. Соответственно, приоритет при обращении к полям и параметрам в методах параметры имеют больше приоритет. Поэтому вот я выделил name, и видим, что вот этот name, вот эти два name соответствуют друг другу. Вот этот color и вот этот color они тоже соответствуют друг дружке. То есть вот он, color, это параметр. Он у нас совпадает с именем поля. Соответственно, у нас большой вопрос. То есть если написать вот так, то получается мы параметру вводим самого себя. Так как приоритет по как бы видимости переменных у параметров гораздо выше внутри метода, чем у полей. Вот. Для этого в Java было введено ключевое слово this, которое помнит в себе ссылку на текущий объект. То есть this это ссылка на текущий объект. Потом при помощи оператора . мы можем получить доступ ко всем внутренностям данного объекта. Соответственно, таким образом мы и обращаемся к полям нашего класса. Сейчас совсем чуть-чуть и сделаем перерыв. Вот. Соответственно, момент вот этот понятен. То есть, чтобы у нас не было ошибки, нам надо присвоить поле, но мы вообще в целом могли бы назвать входные параметры по-другому. Но тогда нам надо ломать голову, как их называть, вставить постфикс, префикс, писать какие-то лишние символы, то есть дополнительная нагрузка на того, кто будет читать. Это не очень хорошо. Тут мы, по сути, делаем такой хитрый вход. Мы именуем наши входные параметры в конце точно так же, как поля, а для обращения именно к полям нашего объекта используем ключевое слово ZIS, которое хранит внутри себя ссылку на текущий объект. Вот. Сейчас мы делаем перерыв до 21. Давайте 32, 5 минут целых. продолжим наше занятие. Вот. Соответственно, у нас здесь есть два конструктора. Первый конструктор это у нас с двумя параметрами, и второй конструктор без параметров. Вот. Еще, как вы заметили, у нас перед именем конструктора нет никакого указания на возвращаемый тип. Вот. Ни тип не указан, ни ключевое слово не указано, ни ключевое слово вводит не указано. То есть это связано с тем, что это специализированный метод, отличающийся от всех. Вот. Он не имеет, не может возвращать ничего, и, соответственно, ключевое слово return внутри него использоваться тоже не может. конструктор. Сейчас мы напишем еще один конструктор, третий. Вот. Будет у него только имя. Вот. Соответственно, будет вот одно. как вообще можно создавать методы с одними и теми же названиями. Вот. По идее, это не совсем логично просматривается. Вот. Чем отличаются вот эти все три метода? Ну, то есть, если я копирую полностью одинаковый метод и попробую его еще раз написать, то ИДЕ нам скажет, два метода одинаковых, ну, скажем, внутренности разные у них, вот, нельзя сделать. Вот. Связано это с понятием сигнатуры. У нас Java вызывает методы не только с исчетом, какое у них имя, он учитывает всю сигнатуру метода. Сигнатура это у нас имя метода и количество и типы параметров метода. Вот. Соответственно, если мы посмотрим название вот у этих трех конструкторов методов наших одинаковое, но количество параметров и их типы разное. Вот, соответственно, у этого вообще нет один параметр с типом string, вот, у самого верхнего конструктора два параметра с типом string. вот как написали наши коллеги, называется это перегрузка методом или оверлодингом. Соответственно, и какой вызов из конструкторов конкретно будет вызываться, определяется именно по сигнатуре метода. В сигнатуру метода не входит возвращаемое значение. Ну, соответственно, и здесь у нас опять-таки перед перегрузкой методов это прекрасно подходит, потому что у нас здесь и нет возвращаемое значение. Вот, почему это не сработало у нас вот с этим методом? Потому что у нас один параметр и там, и там, и он string. Если бы мы сделали там скажем int and вот, здесь у нас тоже один параметр, но тип этого параметра уже другой, он не string. Вот этот конструктор и вот этот конструктор друг от друга отличны. Вот. Соответственно, что вызывать в конкретном случае зависит от контекста решаемой опять-таки задачи. если вам достаточно для решения какой-то задачи указать один name, вы можете вызывать вот такой. Если вам нужен name и color, то, соответственно, вызывайте конструктор с двумя параметром. Вот. Просто все эти случаи, которые вы будете вызывать в коде, вы должны их описать в виде конструкторов для более удобного и лаконичного создания объекта. Вот. Еще такая есть штука. ZIS может пользоваться не только для доступа к полям, либо методам. Можем при помощи ZIS обратиться к тому же print-info. В общем-то, все поля и методы, которые есть внутри класса, мы к ним можем обратиться через ссылку на текущий объект. Вот. Это одно. Один способ использования ZIS. Другой способ использования ZIS, когда нам, скажем, надо вызывать, вот скажем, мы из этого конструктора хотим вызвать другой конструктор. Вот. Для этого тоже используется ключевое слово ZIS. Вот. Уже с кросскобками. Вот. Соответственно, данный ZIS, мы ставим на него курстор, нажимаем control, зажимаем и кликаем мышкой. Мы переместились в тот метод, который будет вызвать. Мы переместились вот сюда. Вот. Соответственно, конструктор без параметров соответствует ZIS без параметров. Вот. Что нам это дает? Вообще, то, что мы из одного конструктора можем вызывать другой. Нам это дает манипуляции, скажем, мы можем указывать, ну, во-первых, вот эта строчка у нас, как мы видим, повторяется два раза в коде, с 16 и 22 строки. Вот. Дублирование кода есть. Дублирование кода это очень плохо. Но если указаны, да, но опять-таки мы написали конструктор без параметров, с одним параметром, с двумя параметрами. То есть, сколько у вас есть там изначально параметров, вы знаете, тот конструктор вы вызываете. Если у вас вы ничего не знаете, вы вызываете просто без параметров, все красиво, все создало. если знаете все, вы вызываете с двумя. Вот. Чтобы это дублировать, мы можем как бы вызвать такой другой конструктор. Вот. Передадим в него name, вот этот, вот. И далее, соответственно, мы, ну, скажем, передадим пустой цвет или несколько звездочек поставим. Соответственно, что будет в этом случае? Там, здесь, опять нажимаем, он, нажимаем, мы переместили сюда. То есть, вот этот name передается при помощи вот этой строки, передается вот сюда. Ну, здесь он параметром приходит, но ему присылается. Получается, вот эта строчка у нас не требуется вообще в данном случае. Да, здесь с двумя параметрами, ну, вот такой, вызовет нам конструктор. Как проверить, что у нас вызывается? Control зажали и нажали, кликнули мышкой. Мы переместились в конструктор выше. Вот. Соответственно, дублирование мы сократили. Здесь мы указали либо дефолтное значение какое-то, либо там пустую строчку указали, если мы не надо нам никакое по дефолту. Вот. А name передали, и оно там присвоилось. То есть, вот такими нехитрыми манипуляциями мы можем, в общем-то, укорачивать наш код. Таким образом можем компоновать между собой несколько конструкторов. Вот. Давайте теперь перейдем к модификаторам. Есть у нас модификатор там public, есть модификатор дефолтный модификатор, он указывается в виде отсутствия модификатора. То есть, если мы не указали перед стрингом никакой модификатор доступа, то, соответственно, отсутствие модификатора тоже является модификатором. Он называется дефолтный. вот, protected, вот, есть private. Вот, соответственно, их всего 4 штуки модификаторов доступа. Они идут первыми, вот, что какой из них подразумевает под собой. Они указаны в порядке своего уменьшения доступа к полям. То есть, они могут применяться как к классам, так к методам, так и к полям. Вот. К локальным переменным внутри метода применяться не могут. Public означает, что у нас есть доступ абсолютно из любой части программы, из любого пакета, нет никаких оранжений у нас. Вот, дефолтный модификатор доступа, тот, который обозначается отсутствием модификатора, он означает, что мы можем получить доступ к данному данному полю только из только из этого пакета. То есть, раз у нас пакет у класса указан Listen4, соответственно, все классы, которые находятся внутри этого пакета, из них можно получить доступ к этому полю. Если мы пытаемся из класса, находящегося в пакете Listen3 обратиться к полю S, мы доступ не получим. А поля это переменные класса, то есть, они объявляются внутри тела класса вне методов. Локальные переменные, обычные переменные объявляются только внутри метода. Вот. Далее идет Protected. Модификатор, означающий, что мы доступ можем получать из наследников и из текущего, и, в общем-то, и внутри класса доступен. Что такое наследование и каким образом Protected на это влияет, мы будем изучать на следующем занятии чуть позже. Ну, потому что у нас такое правило. Модификатор дефолтный делит доступ только изнутри пакета. Соответственно, давайте я сейчас расскажу, что означает Privat. Privat дает доступ только внутри класса. То есть извне от него доступ получить нельзя. Скажем, вот H там равно доступ мы получили изнутри. Теперь перейдем в main и попробуем у нашего скажем car def последний объявленный получить доступ к H. Вот видите, H у нас нет, доступ закрыт. Вообще, мы будем проходить на следующем занятии. Чтобы хорошо разбираться в наследовании, мы должны понять, что у нас делают модификаторы доступа, каким образом мы можем закрывать от всех остальных наши данные. к полю H мы получить доступ можем. У поля H указан модификатор доступа Privat только внутри класса. Вот. Сейчас мы перейдем вот так, создадим здесь main для демонстрации. Вот. Соответственно, я перенес просто к шок кода. Теперь мы посмотрим, вот у нас S отсутствует модификатор доступа. Ну, соответственно, попробуем обратиться к S. S у нас нет. Можем обратиться только калоры к name. Так как на калории на name и на print.info стоит модификатор паблика. поэтому можем обратиться откуда хотим. То есть изнутри из другого пакета к переменной S, которая у нас помечена отсутствием модификатора доступа, обратиться не можем. Зато внутри нашего же проекта пакета здесь мы можем запросто обращаться делать что хотим. Вот. Есть в методичке подробная таблица по модификаторам. Дома еще на нее посмотрите. принцип я рассказал. Вот. Данный принцип для которого используются модификаторы доступа называется инкапсулятор. Отличие protect это от дефолтного я расскажу на следующем занятии когда мы будем с вами проходить проходить наследование. Вот. Соответственно у нас в когда у нас дефолтный мы не можем обратиться из класса потом как поля а когда у нас протектор тогда мы можем обращаться. Вот. Но пока наследование мы не изучили это в общем-то не совсем понятно о чем я здесь рассказываю. Вот. Соответственно что нам вообще дает инкапсуляция? При помощи инкапсуляции мы можем срывать наши данные методы от посторонних. То есть если у нас есть какой-то метод который делает служебную работу и он используется только внутри нашего класса то он должен быть помечен как приватный. Соответственно никто не должен иметь к нему доступ. Вот. Точно так же должно быть с нашими полями. Как правило все поля делаются приватными. Кэкс мы не можем обратиться из наследника. Наследование мы изучим на следующем занятии. Я еще раз пройдусь по модификаторам доступа и расскажу в чем еще дополнительные плюсы при наследовании возникают. Вот. В идеале все поля должны быть в классах приватными. Чтобы получать к ним доступ есть специальные методы называемые better setter. Они генерятся автоматически при помощи IDE. Руками можно не писать. Вот. Соответственно мы видим name и color открытые замочки это значит public. Просто окружочек значит дефолт модификатор доступа ключик значит стоит protected. Если стоит красный закрытый замочек это значит приватный модификатор доступа доступ можно получить только из внутренностей класса. Соответственно выберем сначала только для закрытого полностью. Вот у нас зенерились вот он getter geth и seth. Соответственно getter нам нужен для извлечения данных из поля h а setter для установки значения в поле h вот чем такая вообще концепция хороша как бы нам надо писать чуть больше кода но на самом деле за это иногда ругают java что надо писать эти getter и setter вот но как бы в связи с тем что это генерится у нас средой разработки для нас никаких обременений это не несет вот зато есть ряд плюсов в связи с исследованием данного данных данного подхода вот как мы здесь мы обращались напрямую к данным к нейму и к колору вот если мы хотим сделать проверку на входные данные скажем при присвоении к полю нейм мы хотим сделать проверку чтобы на допустимое значение чтобы наше название автомобиля было скажем больше шести символов вот каким образом мы это будем делать мы скажем делаем иф там если наша грубо говоря лада возьмем так как внутри представление строки реализовано в виде массива можем взять больше шести тогда соответственно выполняем это вот далее что мы еще делаем теперь только для вольво вот вольво больше шести то есть у нас идет мега дублирование вот если мы еще скажем объявим стринг name и будем задавать там name равно лада соответственно дальше мы зададим равно вольво здесь вместо этого укажем name вот соответственно мы видим что вот эта вот строчка у нас с проверкой абсолютно идентичная а что произойдет если у нас необходимо такую проверку мы имеем прямой доступ к данным обращаемся вот там к тому к нейму напрямую вот и мы делаем это в тысячи мест скажем создаем нашу машину в тысячи местах нашего кода вот и напрямую задаем значение name в каждом из них вот нам получится что надо этот их будет добавить в тысячу мест то есть это плюсом тысяча строк сразу кода вот если у нас изменится скажем значение что должно быть не больше шести а больше четырех нам надо вносить правку аж в тысячи мест если у нас есть getter setter в этом случае мы в setter так так я для name объявлю чтобы было именно для него name вот мы делаем эту проверку вот если name переданный в setter метод для установки значения больше шести то соответственно мы это делаем если не проходит проверку не делаем вот мы это добавили если у нас везде будет name будет модификатор private будут деланы getter и setter то все будут устанавливать значения при помощи метода setname вот если нам понадобится вот такая проверка по другому ее еще называют валидация в общем по-английски короче вот то нам необходимо будет добавить не тысячу строк кода а всего лишь одну то есть то нам делов вот с таким подходом когда мы имеем прямой доступ к данным и ставим вот эти if вот с этим подходом у нас там скажем тысяча тех же созданий автомобилей и тысячи мест добавить получается тысяча строк общей сложности нам работы на неделю вот если у нас есть setter нам это работает буквально там на несколько секунд и задача решена вот скорость работы просто феноменальная за счет этого вот и соответственно можем не только прирост производительности но и мало будет дублирования кода вот почему всегда и во всех книжках пишут надо делать именно лучше всего приватными делать все поля вот это то что касается setter мы можем делать олидацию данных проверку вводимых вот то что касается getter вот у нас есть там get name вот у нас может сложиться такая ситуация при разработке приложения что на начальном этапе у нас было это просто там внутреннее поле мы хранили вот потом условие задачи изменилось решили как вызвать его из мейна а в общем-то все точно так же set name передаем name он же у нас set name он написан внутри класса вот как раз вот эти вот методы доступа getter и setter они имеют сюда модификатор public доступны откуда угодно мы создали объект потом при помощи оператора точки обратились к этим методам все прекрасно замечательно вот аж как нам вот соответственно в конструкторе чтобы нам if лишний не писать вот здесь мы тоже можем устанавливать вызывать set name метод можем делать set name и передавать вот скажем name вот раз у нас проверки допускаются здесь возможно проверки будут делаться то можно сделать вот таким образом но опять-таки если мы напишем вот эту строчку то ну у нас конструкторов не так много на самом деле бывает но десяток их будет конструкторов максимум то есть в 10 местах там поменять добавить либо когда у нас будет валидация поменять это не на прямое обращение а на сеттер очень легко потому что это код виден только по сути тому кто написал этот конструктор разработчику этого класса вот а если у нас это выставлено наружу как само поле модификатором паблик то любой программе использующий наш класс может туда писать напрямую любые данные и мы никаким образом не можем заставить его сделать там проверку валидацию данных еще что-то там дополнительное сделать потому что мы ему дали полный доступ ко всему получается сами сидим в луже никак обязать других людей выполнять какие-то действия определенные не можем а при помощи того же сеттера мы это можем все легко очень быстро сделать и как бы вот у нас сеттер обращается раз приватное будет поле обращайтесь только через сеттер а в сеттере делаем кучу проверок вот при всем при этом мы на курсе java 2 будем проходить исключения наш метод может при передаче параметра не подходящего под нашу валидацию выкидывать исключения и соответственно таким образом сообщать программисту использующему наш класс что он передал некорректные данные данные на вход данного некорректные данные в этот метод вот ну а здесь как бы раз это наш код и никто сюда к него особо лезть не может мы здесь это в качестве конструкторов очень быстро можем переписать поэтому здесь изначально можно использовать вот такой подход вот а когда будут валидации быстро поменять на сеттер вот но это уже не пища строк соответственно если у вас мега большая программа то какие-то объекты у вас могут создаваться там и сотни тысяч раз то там подобавлять проверку при перед каждым созданием объекта это вообще невозможно будет сделать поэтому изначально даже есть специальная спецификация под названием EGB Java Enterprise Java Bin расшифровывается вот а в ней говорится что все поля класса должны быть обязательно приватными и у них должны быть getter-esetter то есть если вы делаете приватные поля делаете getter-esetter генерите там идеи то у вас сразу ваш класс становится Enterprise Java Bin вот из-за этого у вас большое количество библиотек может корректно работать с вашими созданными объектами большая часть библиотек как раз вот этот принцип заточены они не обращаются напрямую к вашим полям они могут как бы узнать при помощи специальных средств в Java узнать какие есть поля сколько их там какие у них названия вот но они библиотеки не будут лезть напрямую в ваше поле потому что они знают вот о таких гроблях и соответственно они будут пытаться вызвать getter setter если у вас getter setter не написан эти библиотечки будут падать с ошибками потому что они подразумевают что все классы должны быть написаны именно просто с этим принципом вот то что касается getter я не рассказал вот у нас тут просто name про поле обычное вот когда мы даем прямой доступ к нему все читают из него данные обращаются к нему вот по условиям задачи у нас поменялось скажем нам теперь данные надо хранить не в просто в поле а соответственно складывать это в базу данных в какую-то табличку потом при обращении к getname из базы это доставать формировать каким-то образом там длинную какую-то строчку и соответственно это будет возвращать наш метод возможно какой-то будет удаленный там сервис или мы к нему по интернету обратились он данные нам отдал вот с getter это все мы можем менять абсолютно безболезненно без какой-либо уведомления всех кто использует наш класс и вызывает этот getname для них как был getname то есть так и остался для них ничего не поменялось возвращает он строчку все как до этого работало так и работает внутреннее же представление где хранятся теперь данные у нас изменилось скажем ну базу мы теперь переложим из базы достаем вот когда у нас прямой доступ стоит паблик перед неймом и у нас прямой доступ к полю когда выбирают данные из нейма как нам поменять на базу данных внутреннее соответственно хранилище вместо поля а никак мы можем там конечно наградить кучу дополнительных методов но соответственно чтобы методы эти будут вытаскивать данные из базы и заносить в поле name мы вроде выкрутились ситуации но здесь есть другая грабля мы теперь всем кто получает данные напрямую из этого поля должны сказать вы перед к нашему полю обратитесь данные из него будете получать вы сначала вызовите там 100-500 методов которые будут в это поле подгружать данные естественно никто этого делать не будет никакой программист ему как бы чихать на ваши там проблемы что у вас внутреннее представление хранилища данных изменилось поставили паблик перед полем будьте добры что хотите делайте но это ваши проблемы как разработчика класса у вас там лежали раньше данные вот там пусть и лежат теперь всегда вот когда у нас есть геттер у нас большое поле для маневра то есть для дальнейшей модификации мы благодаря сокрытию данных внутреннего представления где у нас хранится в поле или еще где-то или может мы там рандомом генерим все эти значения вот но это наше личное дело поскольку мы закрыли все поля и дом только доступ через методы вот думаю этот вопрос в принципе зачем как раз сокрытие данных нужно инкапсуляция я осветил так пойдем далее ключевое статик теперь у нас вот ключевое слово статик оно нужно для того чтобы можно было обращаться к полям или методам без создания объекта в предыдущей программе крестики нолики здесь у нас все методы были статические то есть причем при этом статические методы могут вызывать могут вызывать только статические методы то есть один статический метод может вызывать другой статический метод если мы хотим обратиться не к статическому методу а к методу объекта мы должны сначала создать объект потом обращаться через объект к этому методу также статические методы могут обращаться к статическим полям вот соответственно рандом сканер у нас были это статические поля map тоже статическое поле. Контакт one, это у нас константа была. За счет модификатора дополнительного финал, который говорит, что неизменяемо должно быть. Вот. По поводу финала мы где он еще может использоваться, применяться будем при наследовании, на следующем занятии изучать. Вот. Соответственно, зачем вообще был стик прикручен в java? Для метода запускалки. Вот. Соответственно, для метода запускалки был вообще введен ключевое слово static, которое позволяет нам обратиться к первому методу, который запускает всю программу. Вот. Так как до вызова вот этого метода у нас никаких объектов в принципе не существует. У нас с этого программа начинается. Чтобы к нему можно было обратиться, ввели слово stick и, соответственно, к статическим полям и методам можно обращаться по имени класса. Пишем main, точка main и передаем сюда массив 100. вот. Но, как бы, данное хреновину по названию мы можем использовать в своих целях. Соответственно, здесь мы писали, делали подобие структурного программирования. Ну, это немного, во-первых, за уши притянуто, так как объект у нас абсолютно полностью объектно-ориентированный, без создания, без написания ни одного класса вообще ничего нельзя сделать. Ну, можно как-то выкрутиться, не создавать там объекты. Но это крайне, вот, то есть для маленьких приложений. Если мы хотим писать большое приложение, нам все равно придется создавать кучу объектов, иначе мы ничего сделать не сможем, на самом деле. Вот. Это что касается статика. вот его такая роль. Так, так, так. Как у нас происходит высвобождение оперативной памяти после того, как нам стал не нужен какой-то объект? Вот. Уничтожить объект принудительно в Java мы не можем. То есть мы не отвечаем за уничтожение объекта. Мы его можем создать, использовать, уничтожить. Это не наша забота. Для этого есть... Да, это проблема GVM. Есть у нас так называемый сборщик мусора, по-английски garbage collector. Вот. Он занимается как раз высвобождением оперативки от неиспользуемых объектов. Вот. для того, чтобы объект был удален сборщиком мусора, он должен стать недостижимым. Что подразумевается под недостижимостью объекта? Вот у нас пример. И в там name длина имени больше 6, и мы внутри создаем carVolvo, потом вызываем у него метод printinfo, и выходим за кодовый блок. Теперь, если мы попробуем вызвать наш carVolvo за пределами этого блока, то, соответственно, мы доступ получить к нему не можем. Объект стал, мы вышли за область видимости данной переменной. Вот. Как только мы выходим за область видимости переменной, тенная уничтожается. Переменная carVolvo это у нас ссылочка на объект. Вот. Объект считается недостижимым, когда на него нет ни одной действующей ссылки. Как только мы все у нас ссылки уничтожились, мы вышли из блоков, в которых были объявлены эти ссылки, в общем-то. Как данный пример carVolvo. Вот. Мы ссылка у нас уничтожилась сразу же. Вот. Больше ссылок у нас на этот объект автомобиль марки Volvo автомобиль с названием Volvo нет. Вот. А раз ссылок нет, значит объект считается недвижимым. Теперь его garbage collector может удалить из оперативки. Вот. Но garbage collector такая хитрая штука, что он не начнет работать до тех пор, пока для приложения не станет оперативки мало. То есть, пока наше приложение работает и всю отведенную оперативную память для его работы не заполнится, garbage collector вообще не запускается даже. Потому что некоторые программы могут работать, скажем, создавать настолько мало объектов при своей работе, что вся оперативку забить не могут. Тогда нет смысла нам, в общем-то, удалять неиспользуемые объекты, так как на запуск garbage collector тратится, во-первых, время, во-вторых, ресурсы, в-третьих, там еще для своих проверок достижимые объекты или нет, то есть, если ссылки у нас активные на эти объекты, он там блокирует работу приложения, это как бы практически незаметно, но все равно как бы это все требуется делать. То есть, если у нас оперативки и так есть, то есть, достаточно, то смысл нам тратиться на все это. Нет смысла, он не будет запускаться. Потом, если у нас оперативки стало мало, garbage collector запустился, он начинает смотреть, идет абсолютно по всем ссылкам. мы можем, вы имеете в виду ситуацию вот такую, соответственно, null. Вот. в данном случае у нас получается, мы обнуляем ссылку на объект. То есть, ссылка, по сути, она как бы в данном случае, она еще существует, так как мы не вышли за пределы ее видимости, за пределы кода обка, но она уже не ссылается на объект. Объект в данном случае вот в 28-й строке становится недостижимым. Соответственно, garbage collector может его удалять. Вот. Но возвращаясь к принципу работы garbage collector, когда он запускается, он сначала проходит абсолютно по всем ссылкам. Смотрит, на какие объекты они ссылаются. Потом он, соответственно, если ссылка существует, она ссылается на объект, эти объекты он не трогает, с ними ведется какая-то работа. Все остальные объекты, которые есть в оперативке, но ссылок на них не оказалось, garbage collector помечает их на удаление. Потом, соответственно, он делает так несколько проходов и в зависимости от алгоритма своей работы часть объектов может удалить, часть не удалить, недостижимых. Вот. При всем при этом мы не знаем, когда конкретный объект будет удален. Мы даже предсказать не можем. Не можем предсказать, когда будет запущен garbage collector, не можем предсказать, какие из объектов недостижимых он удалит. То есть некоторые недостижимые объекты могут храниться в оперативке на протяжении абсолютно всей работы приложения. То есть он недостижимый, но garbage collector его не удаляет. В зависимости от алгоритма, там есть различные поколения недостижимых объектов, то есть там такая мега-мега огромная программа, которая там чуть ли не скайна. но в целом она работает довольно-таки эффективно. Можно, конечно, на методичке есть пару адаптов об этом. Можно почитать дополнительную литературу, но, скажем, при начале разработки вам это не даст никакой ни пользы, ни вреда. То есть поработаете, будет там опыт годик-два, тогда может стоит там полезть, посмотреть, какие есть алгоритмы. То есть можно по-разному конфигурить GVM, чтобы запускались разные алгоритмы для сборщика мусора. На разных алгоритмах работает по-разному. То есть есть там монопоточные, однопоточные, там есть с разными приоритетами эти гарбич-коллекторы. Вот. Но это такое вот. Это в сторону оптимизации работы приложений. То есть многие разработчики на Java за всю свою карьеру разработчика могут вообще никогда не конфигурить там гарбич-коллектор вообще. То есть это больше, наверное, даже вопрос, относящийся к работе сис-админа, который занимается конфигурированием серверов. Вот. Ну. Проблемы такой нет, ничего не засоряется. Соответственно, когда вы приложение свое выключили, все данные, которые у вас там собирались, делались, все, что использовала наша GVM, она освободила, все стерлось. Вот. Единственное, там, ну, как бы вы будете использовать все равно среды разработки, они своих служебных файлов, там, папки пользователя, дохрена всякой информации для там резервных копий, восстановления и так далее, они все это генерят, но там куча библиотек качается при помощи сборщиков проектов. То есть, ну, мы их руками не качаем на самом деле. Но это мы будем рассматривать на втором курсе Java. Вот. Ну, и как бы разработка 1С. На самом деле на Java разрабатываются приложения, сравнимые по уровню с самой системой 1С. То есть, разрабатывать что-то менее масштабное смысла на Java особо не имеет. То есть, для учебных целей, да, а в плане именно корпоративных приложений, то есть, это какая-то программулина, которая там, покрывает функционал 1С, как минимум. То есть, какие-нибудь там учеты бюджет, учет, скажем, государственных закупок, которые у нас сейчас очень популярны, всякие системы трейдинга, расчетов, при этом построения диаграмм, построения всевозможных видов отчетности. Все это делается как бы на Java. Ну, Android – это немного отдельная тема. Там не совсем Java внутри, там только синтаксис похожий. То есть, там нет GVM. Там у них в качестве компилятора в Android используется свой компилятор, который из, по сути, ну, Java кода генерит сразу машинный код для конкретной платформы смартфона. И как бы внутри сам Android, он основан на ядре Linux, вот, и нормальные прогены для Android, там, всякие игрушки супер-супер крутые, большие, они пишутся на плюсах, на C++. То есть, на Java пишутся какие-то, ну, мелкие, средние программы. Это просто сделано в Android для того, чтобы, так как Java самый популярный язык, больше всего разработчиков, и поэтому было решено, что давайте-ка сделаем это одним из основных языков программирования под Android, так как у нас сразу будет огромная армия обученных разработчиков. по-английски. До новых встреч,